Субтитры сделал DimaTorzok А начнем мы с самой большой в мире комнатной собачки Датский док Вопрос, какая собака самая высокая в мире? Кто из собак самый любимый мультяшный герой Америки? Какая собака защищает людей от призраков? Правильный ответ – датский док Нередко их называют божествами красоты в собачьем мире И это верно, они действительно невероятно красивы Сильные, физически развитые, да Тем не менее, этих спокойных от природы и благородных великанов Еще называют самыми огромными в мире комнатными собачками Недавно у меня был клиент, хозяин датского дога Такого, как этот И я не шучу, сидел у него на коленях в приемной Корни этой породы имеют мало общего с уютом и коленями Начнем с того, что с Данией эта порода вообще не связана Их называют датскими догами, но к Данией они имеют никакого отношения На самом деле их предок – старый германский мастиф Я вообще не понимаю, откуда взялось название датский дог До сих пор никто не знает, почему на английский манер этих собак стали называть датскими догами Тем более, что порода входит в семейство мастифов Скорее всего, похожих на догов собак завезли в Германию пятого века азиатские племена Сохранились доказательства того, что подобные собаки жили в Древнем Риме, Египте и даже Китае Порода, которую мы знаем, была выведена в Германию около 400 лет назад Их вывели в Германию для охоты на крупных животных и для охраны поместий А еще их использовали в качестве служебных собак Это помесь мастифа с борзой Нередко люди забывают, что под этой спокойной внешностью скрывается крупная сторожевая собака В средние века считалось, что эти собаки обладают сверхъестественными способностями и могут защищать от злых духов Датский дог – потрясающая, грандиозная собака Калиб, беги! В течение последнего столетия эта порода лишилась агрессии, которая была так необходима во время охоты И сейчас датские доги предпочитают не охоту, а диван Они любят лежать на диване, так что лучше купить кровать побольше, а не лежебойкие домоседы Физические характеристики этой собаки не оставляют сомнений для первоначальной цели этой породы Во-первых, высокий рост Просто великаны, их лапы точно такого же размера, как полностью раскинутые руки человека Наряду с ирландскими волкодавами датские доги считаются одними из самых высоких собак В среднем ирландские волкодавы выше датских догов Но близкий родственник догов, английский мастиф, считается самой тяжелой собакой при весе до 70 килограммов Так что доги все равно на высоте Кстати, они обожают облокачиваться Датские доги любят облокачиваться Как и доберман, они встают вам на ноги и кладут передние лапы на плечи Огромному росту они обязаны невероятно длинными лапами Несмотря на внушительные габариты, они очень красивые и ловкие Все их движения необычайно грациозны Голова датского дога похожа на голого мастифа Верхняя часть черепа параллельна по отношению к крупной морде Что придает этой собаке поистине царственный вид Очень красивое животное Потрясающе духовно одаренное, я бы так сказал Грудная клетка дога, также самая большая по сравнению с другими собаками И все же этот великан невероятно любящее создание Очень любящая собака, обожающая целоваться, очень приятно получать от нее поцелуя Возможно, именно эта черта характера сделала эту породу таким популярным мультяшным персонажем Самые знаменитые доги, Скоби Ду и Астро, собака Джетсона А Брэд Андерсон сделал карьеру, нарисовав самого любимого в Америке датского дога Уже более 50 лет я рисую Мармадука Мармадук – один из самых долгоиграющих газетных комиксов Ежедневно его читают миллионы поклонников Книги по мотивам этого комикса разошлись тиражом свыше 45 миллионов экземпляров Андерсона уже за 80, он до сих пор иллюстрирует по 6 полос в неделю Датский дог – забавный собак, уже по своей природе у них врожденное чувство юмора Они отлично подходят для комиксов Вдохновение на создание комиксов Андерсон черпает из собственного опыта общения с датским догом У него есть миа Мы никуда не собираемся, мы страшно торопимся В комиксе я использую многие черты их характеров Самое забавное, что они способны так раскладывать свои длинные лапы Что они занимают все пространство вокруг Они и сами не знают, куда их девать Это очень смешно Хочешь пойти на улицу и поиграть? Пойти на улицу и поиграть? Пойти на улицу и поиграть Его дочь Кристина никогда не сомневалась, что Мармадук – это персонаж, имитирующий саму жизнь Мы с братьями с детства помним, что отец постоянно пропадал в студии, каждый день он рисовал Очень часто в его комиксах или мультиках я узнавала себя Это было очень забавно Как это получается? У меня 23 сообщения и все с одинаковым текстом Гав-гав-гав Счастье, которое док приносит семейству Бреду Ощущается наличием миллионов фанатов Мармадука Мне присылают письма, мол, нам кажется, что вы подсматривали за нами Ведь наша собака делает то же самое Люди читают Мармадука, исходя из собственного опыта общения с собакой Я очень рад, что на свете есть такое создание, как датский док Потому что благодаря ему я каждый день могу придумывать что-нибудь смешное Любовь к Мармадуку и ко всем датским докам передается в семье Бреда из поколения в поколение Именно это является тайной популярностью Мармадука Мармадук абсолютно к месту, всегда и везде Мы и представить не можем, как можно жить, не имея датского дога Он принес их, большую собаку в их дом Ну что, Мия, одобряешь? Говорит, мне все равно Датский дог – одна из самых разнообразных пород Доги могут весить от 50 до 90 килограммов К тому же есть шесть вариантов окраса Голубой, черный, черно-белый, тигровый, мраморный и палевый А в основном догам комфортно везде И все-таки им необходимо пространство Такую собаку не запихаешь в коморку И нужно место, чтобы каждый день вытягивать лапи Доги – собаки крупные, поэтому их важно начинать дрессировать как можно раньше Датские доги – гладкошерстные Так ухаживать за ними легко Просто полить из душа и протереть полотенцем К сожалению, без проблем со здоровьем не обошлось У этой породы одна из самых коротких продолжительностей жизни – 7,5 лет У догов появляются в первую очередь проблемы с лапами А еще проблемы с внутренними органами Они занимают первое место по метеоризму или вздутию Это главная причина смертности Это очень печально, ведь обычно хозяева очень близки со своими любимцами Вздутие происходит, если собака на полный желудок начинает активно двигаться У догов, как и у многих других собак, желудки не прикреплены к реберному остову Во время активной деятельности желудок начинает болтаться и блокирует кишечный тракт Если не принять меры, вздутие может быть крайне опасным Главное, чтобы собака отдохнула 40 минут после еды Только потом она может бегать Несмотря на проблемы со здоровьем, эти собаки прекрасно приживаются в семьях Дети считают, что могут карабкаться по этой собаке, ездить верхом, как на пони, ползать по ней, если она лежит на диване Однако это небезопасно, впрочем, как и с любой другой собакой Не все собаки строго соответствуют стандартам породы И все же датским догам необходимо пространство Доги мало живут, у них много проблем со здоровьем Ухаживать за ними легко, дрессировать тоже легко Но начинать нужно как можно раньше В отношениях с детьми необходима дрессировка и привыкание И тогда вы получите отличную семейную собаку Эти собаки могут создавать комиксы сами про себя, они забавны Тот, кто завел дога, никогда не будет скучать Далее в программе Порода, вдохновившая на создание пса, Мак Графа Малыш, играющий в покер Твой ход Стоит вам прилечь, как эти друзья, тут как тут А еще вы познакомитесь с единственной в мире собакой, сопровождавшей Будду на пути к озарению Введение в собаковедение, часть 2 Йокширский терьер Страдаете аллергией? Нет проблем Эта собака гипоаллергенна, потому что у нее не шерсть, а волосы, похожие на человеческие Дело в том, что шерсть содержит в себе больше перхоти, чем волосы А перхоть – сильный аллерген А еще у этой собаки есть интересная особенность Речь о глоточном рефлексе Воздух слишком быстро попадает терьеру в нос, происходит как бы обратное чихание И собака издает звук, похожий на гусиный гогот Это совершенно безобидная особенность, проходящая так же быстро, как и появляющаяся Йокширский терьер – вторая в мире по популярности порода собак Это все о нем Обожаю йоркцев Они всегда ищут неприятностей с другими собаками Собака с комплексом Наполеона – большой зверь в маленьком тельце В йорках есть многое от крупных собак Они очень независимы, сварливы, но в то же время умны и трудолюбивы Что касается восхождения по социальной лестнице, изначально йорков выводили для ловли крыс Они должны были избавлять от грызунов с завода Северной Англии, откуда и берет начало эта порода Эту породу вывели в помощь рабочему классу для ловли крыс Потом они сменили заводы на высший свет Европы И теперь их можно встретить везде, особенно на Манхэттене У меня йорки уже лет 6 или 7 Я полюбила их еще в колледже Раз в месяц наша группа всегда встречается С ними так здорово ласкаться, это самые милые собачки на свете Предки собаки, помещающиеся в дамской сумочке – это терьеры Клайд из Дельски и Пейсли, которые уже вымерли А также Скай-терьеры и Эрдель-терьеры из Шотландии Которых шахтеры и ткачи привезли в Йоркшир в середине 19 века Одним из самых известных первых йоркцев был племенной кобель Хадерсфилдбен Который считается отцом современного йорка И который оказал огромное влияние на эту породу, начиная с 60-х годов 19 века К началу 20-х годов 19 века йорки преодолели океан и оказались в Америке Став одной из 25 пород, зарегистрированных в американском клубе собаководства Эти маленькие собаки официально относятся к маленьким комнатным собачкам И все-таки это терьеры Обычно в холке они достигают 23 сантиметров Средний вес от 2 до 3 килограммов При рождении окрас черный и палевый, который быстро становится палевым и голубым Согласно стандартам клуба, шерсть должна быть без перхоти, шелковистой и длинной Если собаки не участвуют в выставках, их не стригут, хотя некоторые выстригают им шерсть на мордочке, чтобы в ней не застревала пища Многие стригут своих йорков под щенков, так что ухаживать за ними несложно Но если вы хотите, чтобы у йорка была длинная шелковистая шерстка, вам придется много времени тратить на уход за ней Дрессировать их весело, потому что они стараются все повторить за хозяином Они четко выполняют команды и быстро учатся Молодец, хорошая девочка Они супербыстрые, обожают трудиться Они с удовольствием учатся и выполняют команды И вообще, нет на свете собак, которые могли бы производить такое впечатление, как йорки Йорк Рик Кэррона, Джилли, постоянно снимается в рекламе, сериалах, фильмах и фотографируется Рик научил Джилли многим трюкам, между ними существует невероятно тесная связь Он довел до совершенства умение сосредоточиться и работать в стрессовых условиях, таких как на киностудии Все эти трюки не только ради забавы Молодец, умная девочка Казалось бы, что такое дрессировка? Пустяк, но нет В процессе обучения собака получает удовольствие от общения с вами Она учится взаимодействовать с вами Такое взаимодействие произвело фурор благодаря интернету, где появилось видео, показывающих обычный пятничный вечер Весь мир увидел, как хозяин играет в покер со своим любимцем Сначала я объясняю Джилли, как играть Игра называется «Пять карт» Каждый игрок получает по пять карт Джилли первая Так, бери, у меня туз Как-то приятель спросил меня, может ли Джилли делать трюки с картами Я ответил, что не знаю, но попробую Я обучил ее картам, она быстро все усвоила И тогда решил попробовать научить ее играть в покер Следующая карта – пиковый валет Бери карту Так, держи, берет отлично, но не очень Теперь моя ставка, мой ход Слишком уверена в себе, да? Здорово Последняя карта Тебе надо бить, у меня флэш Флэш с валетом Твой ход Как она это делает? Молодец У тебя флэш Как ты это делаешь? Джилли выиграла, однако... Минутку Джилли Шулер? Обманщица, разве можно обманывать в покере? Вот, молодец Теперь Джилли приглашают на корпоративные вечеринки, на съемки в рекламе, в газетах и на телевидении Рик и Джилли попали в удивительный мир Мисс Звезда Она красавица Одно дело развлекать трюками друзей, совсем другое – работать при свете софитов и камер Для съемок в рекламе важно найти подходящую собаку Идеально Важно, чтобы собака была подготовлена заранее, тогда съемки пройдут быстро Посмотрите на этот хвостик Под подготовкой она имеет в виду хорошую дрессировку и умение сосредоточиться Съемки совсем не похожи на домашнюю обстановку, где ваша собака выполняет все трюки Тут повсюду камеры, яркий свет, много людей, огромное количество требований А нужно сделать так, чтобы собаке все нравилось Когда нужно сидеть, они сидят Когда нужно лежать или танцевать, они все выполняют с первого раза, что сильно ускоряет рабочий процесс Чтобы животные, занятые в бизнесе, получали должный уход, американская ассоциация гуманного отношения к животным следит за тем, чтобы собакам делали все прививки Давали достаточное количество воды и еды, и чтобы они отдыхали в нормальных условиях Есть правила, которые нужно соблюдать, и это очень важно Хорошо, что они есть Сегодня мы работаем с Джили, это фантастическая собака Прекрасно выдрессированная Живо реагирующая на просьбы с необыкновенным характером С ней прекрасно работать Хорошо, очень хорошо Съемка закончена Йокширский терьер имеет все, чтобы стать великим актером в большом городе Молодец, поцелуй меня Йорков легко можно носить с собой Они быстро ко всему приспосабливаются и прекрасно чувствуют себя в любой обстановке Однако, одних их оставлять не рекомендуется, они всегда хотят находиться рядом с хозяином Подрезанную шерсть надо ежедневно, еженедельно расчесывать Длинная шерсть требует много внимания Расчесывать их нелегко, ровно как и содержать в чистоте, но в основном все не так уж и трудно У этих малышей маленькие хрупкие косточки У них часто разрушаются зубы и воспаляются десны Йорки прекрасные питомцы для взрослых, а вот с детьми надо быть осторожней Дети раздражают Йорков и они могут их укусить Если бы живете один, это идеальная для вас собака Если есть дети, то не посоветовала бы заводить Йорка Йорки невероятно умные собаки и хорошо поддаются дрессировке Молодец Дрессировать Йорков – это радость, они подвижны, энергичны и очень внимательны Даже если эта собака вам не подходит, знаете, она может жить где угодно У нее слабое дыхательное горло, шерсть нуждается в уходе, ее легко дрессировать И лучше всего она чувствует себя в семье из взрослых людей Бладхаунд Бладхаунд – первая собака, чье обоняние использовали в суде как доказательство Ее нюх настолько мощный, что она берет след даже на расстоянии более двухсот километров Любой, кто целовал Бладхаунда в нос, знает, какой он красивый и чего стоит Любой Бладхаунд, как и известный пес Ма Грифф, скажут вам, что ни одна из пород не сравнится с ним по способности брать след Бладхаундам нет равных в обонянии Они способны учуять запах даже спустя 12 с лишним дней Лучше всего держать его на поводке, иначе он учует запах и все, его не остановить Бладхаунды отличаются яркой внешностью и удивительным ревом, слышным за несколько километров Их не спутаешь ни с кем другим Благодаря длинным ушам и свисающим щекам На самом деле у них свисающее все И кожа, и веки, и слюни Они пускают слюни, тряхнут головой по комнате, разлетаются брызги Изначально эти собаки жили в бельгийских мужских монастырях и славились чистотой крови Бладхаундов вводили так, чтобы они обладали мощным обонянием И неудивительно, что если он берет след, он перестает слушаться и откликаться Просто становится каким-то безумным Керби! Обычно собаку ведет человек, а вот Бладхаунды сами вводят человека И говорят, куда нужно идти Они созданы для того, чтобы брать след Как только воздух попадает в носовую полость, микроскопические частички запаха оседают на носовой слизи Тут же начинают работать нюхательные рецепторы, которые посылают информацию в обонятельную луковицу мозга Если обонятельная луковица человека размером с почтовую марку То у Бладхаунда она размером с носовой платок Но за обоняние отвечает не только нос Эти большие свисающие уши выступают в роли метелок Сметая с земли запах и направляя его в нос Еще в этом процессе задействованы и другие складочки Бладхаунда Они настолько важны, что имеет каждое свое название Речь о губах, начинающихся сразу под ноздрями и их продолжении Свисающих в частях губ, доходящих почти до ушей А также о складке, свисающей вокруг гортани И, конечно, нельзя не упомянуть глаза Бладхаунда Когда его нос обращен к земле Обвисшая кожа вокруг глаз Съезжает вперед, образуя своего рода шоры Это позволяет собаке полностью сосредоточиться на запахе Но не позволяет ей увидеть приближающуюся машину Лучше всего о возможностях обоняния Бладхаундов знают Анализа Бернс и Ланда Колдерон Они занимаются в Южной Калифорнии спасательно-поисковыми работами Меня вызывают разыскивать пропавших домашних животных Это довольно серьезно В общем, я целиком завишу от Бладхаунда Иду туда, куда меня ведет он А Бладхаунды Анализа и Ланда Специально обучены искать животных, а не людей Поисковая собака распознает запах и идет по нему Если надо найти человека Значит, собака идет по запаху этого конкретного человека Ищи Эли Мэй Их поисковая собака Рокси От страха даже живот свело Два дня Рик и Рене без устали искали свою любимницу А потом узнали об уникальных возможностях и услугах Бладхаундов А они дали им понюхать запах Рокси И поиски начались Причем Бладхаунды стали искать Рокси совсем не там, где ее искали хозяева Километр в трех от дома Мы не думали, что она убежит так далеко Рик развесил в том районе яркие объявления И уже через четыре часа ему позвонили А через двенадцать Рокси вернулась Нет слов, чтобы описать это Сколько эмоций А сколько слез Они вернули нам нашу девочку К счастью для домашних питомцев Эти Бладхаунды хорошо выполняют свою работу За два года они нашли 400 животных И все еще впереди Чтобы доказать это, я могу еще раз потерять собаку Ни за что Бладхаунды замечательные собаки В этом нет сомнений Но все-таки они не слишком подходят для квартиры Эта собака любит работать носом Ей нужно открытое пространство Они очень активны, любят везде лазать Потому что их нужно регулярно останавливать и почаще мыть Они тоже требуют внимания У них такие длинные уши, что они то и дело попадают в еду Сильно пачкаются так, что их нужно мыть каждый день Как и другие крупные собаки, Бладхаунды страдают вздутием Это можно предотвратить, если кормить из миски, расположенной под наклоном Чтобы свести вздутик минимум, кормите собаку в два приема Если хотите, чтобы ваш Бладхаунд стал Шерлоком Холмсом Дрессировка потребует массу усилий Если вам нужен обычный любимец с счастливой и довольной жизнью Любящий семью, это ваша собака Только не оставляйте с ней маленьких детей без присмотра Потому что Бладхаунды, сами того не подозревая, гораздо сильнее ребенка Он убегает быстрее Я не могу долго удерживать его Итак, Бладхаунд, держите его на огороженной площадке или на поводке Не перекармливайте собаку Каждый день им нужно чистить уши Бладхаунды ласково, послушно любят оставлять повсюду свои слюни Дрессировка необходима, иначе придется иметь дело с упрямцем Бладхаунды умеют трудиться и отдыхать Они будут счастливы, если вы постоянно будете давать им работу для их носа Ну, где-где? Ищи Я тебя люблю Далее в программе Вы познакомитесь с собакой, отважной как лев, которую вывели специально для охоты на царя зверей И еще увидите маленьких симпатяшек, чьим близким родственником является хаски Введение в собаковедение, часть третья Рудезийский риджбек Собака, способная одареть льва? Невероятно отважный животный Эта собака смело смотрит смертью в лицо и продолжает идти вперед Собака, которая может 50 километров бежать за лошадью и даже не вспотеть К тому же на нее не действуют укусы насекомых Это родезийский риджбек Настоящий спецназовец среди собак Это одна из самых удивительных пород на планете Родезийского риджбека еще называют африканской львиной собакой Эту крупную и сильную породу вывели в Южной Африке специально для охоты на львов Слышали, как говорят? Лев загнанный в угол Эта фраза появилась благодаря родезийским риджбекам Эту породу вывели местные жители Южной Африки совместно с первыми поселенцами из Германии и Голландии Они скрестили привезенных с собой мастифов, датских догов, борзых, блатхаундов, терьеров и других пород с готентонской собакой Эту южноафриканскую породу использовали для охраны и охоты полудики племена Из такого коктейля и получился родезийский риджбек Только представьте, каким должен быть характер, чтобы преследовать 400-килограммовую кошку И еще заставить влезть ее на дерево, забраться за ней Вот такие они Характерная особенность этой собаки – это его ридж, то есть гребешок Это у него от дикой готентонской собаки Это волоски, растущие в другую сторону относительно всех остальных волосков на туловище Гребешок должен четко выделяться, быть симметричным и идти вдоль всей спины собаки Тут должно быть две так называемые короны Одна на самом верху, другая постепенно уходящая к хвосту Вторая характерная особенность – лапы Небольшие, с ярко выраженными большими пальцами и жесткими эластичными подушечками круглой формы Такие подушечки позволяют риджбеку спокойно пробегать большие расстояния по труднопроходимой африканской местности И, наконец, выносливость Риджбеки приспособлены к суровым условиям африканских саван, отлично переносят жару и холод Риджбеки настолько выносливы, что легко и без передышки преодолевают 50 километров Чему способствует их превосходный и прочный остов У риджбека мощная и прочная спина, состоящая из 31 близкопосаженного позвонка, к которым крепятся мощные мышцы У риджбеков длинные и сильные передние лапы Они прямые, а кости в них настолько плотные, что способны выдержать большие нагрузки Неудивительно, что родозийских риджбеков предпочитают заводить спортсмена, например, золотой призер Олимпийских игр Карл Льюис Эта собака для тех, кто поддерживает форму, для здоровых людей Пойдем, ребята, вот так Вперед, молодец Бегну на длинной дистанции Салли, Свенсен и Джим Харрисон держат трех родозийских риджбеков Сирк, Мэйбл и Кэш Они наши детки, поскольку своих детей у нас нет, зато есть три мохнатых любимца Они искали умную спортивную собаку, способную разделить их страсть к бегу Удача была на их стороне, они нашли родозийских риджбеков Мы с Салли ведем активную жизнь, любим бегать, ходить в походы Мне нужен был напарник для марафонов, для походов в горы Нередко я забиралась в такие удаленные места, что даже начинала бояться Как будто кто-то придумал собаку специально для нас Родозийский риджбек Салли и Джима по кличке Сирк помогает им тренироваться Я стала готовить его для марафонов, когда ему исполнилось два с половиной Начали мы с десяти километров, затем каждую неделю увеличивали расстояние Салли мечтает участвовать по крайней мере в одном марафоне в год, пока у нее есть для этого силы Риджбеки стали ее напарниками, о которых она так долго мечтала Сирк помог мне подготовиться к трем марафонам Как-то раз мы преодолели 35 километров, и я сдулась Я сказала ему, что больше не могу, что устала А у него вообще не было никаких признаков усталости Потрясающе Недавно Салли пришлось отложить свои мечты в сторону из-за операции, в результате которой она не могла заниматься спортом После года восстановления Салли с трудом начала бегать, но ей сильно помогли ее любимые Риджбеки И теперь она снова в форме Они прекрасные личные тренеры Трудно устоять, когда они проявляют такое бурное желание вскочить, побежать, потренироваться Это очень сильный стимул Для Салли и Джима эти подвижные собаки не просто питомцы, они неотъемлемая часть их образа жизни У нас с Салли всегда будут Риджбеки Стоит только завести их, как понимаешь, что жизнь уже без них невозможна Чтобы родозийский Риджбек был счастлив с вами, не обязательно жить в горах Эти собаки прекрасно чувствуют себя и в городе, и за городом Только не забывайте, что если им будет не хватать физической нагрузки, они превратятся в еще больших разрушителей, чем лабрадоры Им нужен хотя бы один час в день активных упражнений Риджбеки склонны к хулиганству, поэтому их голову надо загружать Они могут жить в квартире, но оставлять их одних нужно лишь в компании резиновых игрушек и небольшого количества еды Еще неплохо было бы нанять того, кто гулял бы с ними в ваше отсутствие Они не способны сидеть целыми днями дома и ждать хозяев, так что в квартире их можно содержать только выполняя эти условия Родозийские Риджбеки, крепкие собаки У этой породы почти нет проблем со здоровьем, кроме дермоидного синуса Это врожденная трубка из кожи, которая растет не в продолжении основного роста эпителия, а вглубь Ее удаляют хирургическим путем В основном они не пахнут, за ними легко ухаживать, они мало линяют Это умные собаки, но упрямые и независимо мыслящие Так что им лучше всего быть рядом с опытными собачниками, способными постоянно дрессировать их Эта собака не для трусливых Главное с первого раза поставить себя правильно, потому что второй попытки не будет Если эта собака растет и развивается правильно, она будет принимать собственные решения Ей не скажешь, послушай, вот это делать нельзя, а вот это можно Она все равно будет делать то, что хочет Поэтому с младенчества нужно учить сознательности и добросовестности, чтобы в дальнейшем она умело принимала решения Риджбеки очень красивые, очень независимые и просто потрясающие Лучше всего им жить со спортсменами или семьями, любящими активный отдых на природе Для маленьких детей они слишком активны и шумны, а для старших детей станут прекрасными защитниками Итак, родезийский риджбек Он хорошо переносит любую погоду Эта порода одна из самых немногих, кто может похвастаться отменным здоровьем Ухаживать за ним очень легко Это умные собаки, нуждающиеся с малых лет в постоянной дрессировке Нацеленные на послушание Прекрасно подходят для спортсменов или семей с большими детьми Чудесная порода, уникальная Риджбеки изменили мою жизнь Ребята, вы чудо Умница моя Отличные собаки Пойдем гулять Ши-цу Знакомьтесь, чистокровный ши-цу Эта бесценная порода стоит в близком родстве с волком, более близком, чем все остальные породы Удивительное зрелище, когда они вышагивают по рингу Длинный шорт скрывает лапки, кажется, будто они плывут Ши-цу может быть и звездой на ринге, и домашней звездой, а между прочим, это старейшая порода собак Ши-цу очаровывает людей уже более двух тысяч лет Изначально их вывели в Тибете в качестве комнатных собачек Ши-цу – это результат скрещивания пекинеса Слхаса Апсо Ши-цу обитали при дворе китайского императора, где их прозвали львиными собаками Согласно легенде, они спали в ногах знатных людей, выступая в качестве грелок Во время британского нашествия в Китай ши-цу едва не исчезли с лица земли Осталось только семь сук и семь кобелей Так что даже сейчас любой ши-цу является потомком именно этих 14 собак Эта пушистая игрушка славится своей роскошной шерстью, состоящей из двух слоев Верхний слой – длинный и шелковистый, а подшерсток – ворсистый и тонкий Вместе они составляют удивительную шерсть, растущую, как волосы Большинство хозяев ши-цу стригут своих любимцев коротко, как говорят, под щенков Если ши-цу коротко подстрижен, его нужно стричь каждые 4-6 недель Чтобы ши-цу стал еще более симпатичным, есть несколько вариантов стрижек Коротко ли он подстрижен или ему отрастили длинную шерсть Для выставки у этой породы множество вариантов окраса Если быть точным – 19 Также эти симпатяги имеют чудесные усы и бороду Круглые, огромные, широковоставленные глаза расплавят ваше сердце Стоит только подольше в них посмотреть Хвост ши-цу закручен вверх, образуя забавный плюмаж Они всегда радостны и довольны, у них не бывает плохих дней Люк и Диана Эрихт разводят ши-цу и участвуют в выставках более 35 лет Мне нужен столик, чтобы разложить все это Я знаю характер, как свой собственный В любой момент могу сказать, о чем они думают Поверьте мне Более того, Люк и Диана встретились благодаря ши-цу У нас одинаковые увлечения, во многом мы дополняем друг друга Все это привело к чудесным отношениям, установившимся у нас Люк и Диана раньше были соперниками А в 1992 году они объединились, превратившись в непобедимых участников всех выставок Сегодня он не в настроении Сегодня эта пара непобедима Эна представит на выставках в Атланте, штат Джорджия Это будут два ши-цу Обычно в день выставки мы встаем очень рано Мои хорошие И начинаем заниматься собаками Повторяем упражнения, чистим, моем, причесываем Делаем все Непосредственно груминг может занять три часа Груминг – важная часть подготовки к выступлению на ринге Наши собаки требуют массы внимания На спинке надо выпрямить шерсть, мордочку обработать шампунем, не требующим смывания Потом все высушить феном, потом сделать хвост с кохолком Масса проблем Хохолок ши-цу – его визитная карточка Люк стал настоящим профессионалом по использованию щипцов для завивки волос и расчески Он творит чудеса Розовый ей к лицу Гиджет повязали приносящую дачу розовые банты Теперь она готова к выставке Для победы нужна не только красивая внешность Ши-цу должны выступать без единой ошибки Мне повезло, ведь Диана – лучший дрессировщик Она работает с нашими щенками, дрессирует их, а потом они подрастают и начинают участвовать в выставках Пора посмотреть, окупятся ли все хлопоты и труды по подготовке Тем более, что сегодня соревнование будет тяжелым Каждый участник хочет, чтобы победила его собака, поэтому все мы здесь Тяжелые соревнования, тут много достойных собак Больше всего я боюсь, суки, Холмарк Джоли Холмарк Джоли, Сёрфер Гёрл Официальное имя для выставок А вообще это Гиджет Молодец, идем, молодец Сегодня она полностью сосредоточена на победе Судья женщина в черном Интересно, на что она сейчас смотрит? Крупная голова, большие глаза Ей известны характеристики породы На них она и смотрит Всегда надеешься, что твоя собака станет лучшей на выставке Спасибо за поцелуй Молодец Гиджет выступила прекрасно И перешла в следующий раунд Прекрасный образец породы, отлично выдрессирована Красиво выступает, очень экспрессивно Мне понравилось Большое спасибо Сейчас Гиджет будет соревноваться с другими победителями В категории «Лучшая комнатная порода» Смогут ли Люк и Гиджет удерживать первенство на ринге? Не испугается ли шицу криков зрителей? Я стараюсь, чтобы она все время фокусировалась на мне Чтобы делала то, что мне нужно Умница! Умница! Станет ли Гиджет лучшей среди собак комнатных пород? Мы узнаем об этом через мгновение Введение в собаковедение, часть четвертая Шицу Долгие часы груминга сделали ее лучшей в своей породе Молодец Но теперь ей предстоит соревноваться с 12 другими комнатными собаками Каждая из них должна пройти по рингу и показать себя с лучшей стороны Судья смотрит, чтобы собака как можно больше соответствовала характеристикам и стандартам своей породы Выберет ли она Гиджет? Мы очень хотим победить Сегодня судья указывает в сторону шицу, хорошо? И Гиджет становится лучшей! Молодец, умница, спасибо! Спасибо! Молодец, Гиджет! Мы вместе прошли через это и теперь можем разделить победу Несмотря на то, что все шицу разные, у этой породы есть общие черты Хотя их вывели для императорского двора, дворец им не нужен Если вы живете в палатке, они будут жить с вами в палатке Шицу отличаются хорошим здоровьем, но могут страдать от проблем с почками и глазами Что касается ухода, если хотите, чтобы ваша собака выглядела как на выставке Приготовьтесь к долгим часам груминга Шицу трудно подаются дрессировки С ними сложнее, чем с другими породами Они начинают понимать и воспринимать команды только после 40-50 повторений Неважно, собираетесь ли вы участвовать в шицу в выставках Или просто хотите, чтобы она жила в вашей семье, помните Дрессировка, дрессировка и еще раз дрессировка С малых лет научите собаку тому, что вам нужно Установите правила и никаких проблем не будет Шицу – идеальные участники выставок Они легко проводят время в одиночестве Не любят, когда их куда-то хотят везти, если только не на выставках Им хорошо в своем обществе, но и с вами им очень понравится Они всегда блистают и в центре внимания Итак, шицу Шицу комфортно в шумных местах Его можно брать куда угодно Эти собаки живут долго и не имеют особых проблем со здоровьем Если хотите, чтобы у вашего шицу была длинная шерсть Приготовьтесь к долгим часам груминга Дрессировать шицу лучше с малых лет Тогда они будут послушными И, наконец, шицу подойдет для любой семьи Теплая, ласковая, любящая комнатная собачка с мягкой шерсткой Она навсегда завоюет ваше сердце Подведем итоги Датский дог состоит из противоположностей С одной стороны, это одна из самых крупных собак в мире С другой ее называют комнатной собачкой Они буквально сидят у вас на коленях Лежат на диване так, что покупаете кровать побольше Доги, лежебоки и домоседы С одной стороны, царственная санка С другой, излюбленный персонаж комиксов и мультфильмов Добрый нрав догов делает их удивительными домашними любимцами Йокширский терьер Маленькая симпатичная собачка с удивительной способностью Издавать звуки, похожие на гусиный гогот Это совершенно не опасно для их здоровья Йорки по натуре сварливы Но, тем не менее, они очень смелы Даже по сравнению с крупными собаками Бладхаунд отличается отличным нюхом Я держу его Тихо! Это первая собака, чье обоняние использовали в суде как доказательство Уши и складки на морде предназначены специально для того, чтобы собирать запах и доставлять его в самый лучший нос в мире собак Родезийский риджбек Отличительная черта гребешок на спине, где волосы растут в обратную сторону Риджбеки невероятно выносливы, ведь эту породу выводили для преследования львов Риджбеки часто используются спортсменами как напарники во время тренировок Шицу – древняя азиатская порода, близким родственником которой является волк Легенда гласит, что шицу была собакой Будды Шицу – отличные семейные собаки и отличные кандидаты на участие в собачьих выставках Каждая собака индивидуальна и может не соответствовать всем характеристикам своей породы Если вы решили завести собаку, не забывайте заниматься с ней и подходите к выбору питомца с умом Маленькая красавица, отлично выглядит Шицу – отличные Продолжение следует...